Где все-таки будет соборная мечеть? Звездное небо исчезает. Я знаю новое место для купания. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Виктория Бояринцева. В Доме правительства Республики Татарстан под председательством Раиса Рустама Миниханова состоял заседание Совета директоров ТАТ Нефтехим Инвест Холдинг. Также в заседании принял участие ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Одной из главных тем стало выступление заместителя директора Института геологии и нефтегазовых технологий Владислава Судакова, который рассказал о новых разработках и исследованиях в стенах Казанского федерального университета. Также он отметил, что на базе Казанского университета создается геохимический консорциум. Раис Республики Татарстан рекомендовал объединить научный потенциал Института ТАТ Нефть и Казанского федерального университета. Компания, которая занимается архитектурой соборной мечети в Казани, заявила об очередном переносе объекта в микрорайон Адмиралтейская Слобода. Обо всех подробностях расскажем далее. Накануне Международной выставки архитектуры и дизайна Арх Москвы показали новую концепцию соборной мечети Казани. Внешний объект напоминает Каабы – священный камень в исламе, которым вдохновлялись архитекторы. А в центре располагается белый купол молельного зала, отсылающий к расположению молящихся вокруг Каабы. Материал, из которого сделан купол, светоотражающий, поэтому сердце мечети будет считываться со всех сторон Казани. Само здание будет как бы парить над Волгой, соединяясь с берегом, площадью и мостом. Нашли такое интересное место, как раз там, где Волга делает поворот. Там открываются огромные просторы водной глади, и эта точка воспринимается с очень большого расстояния с кораблей, с других берегов. Сразу было заявлено, что проект будет на воде, но где именно – оставалось под вопросом. Изначально архитекторам предложили начать строительство на месте парка Крылай, что казалось самым оптимальным решением. Расположить соборную мечеть хотели в центре светской жизни. Однако, итоговым местом расположения была выбрана территория пескобазы в Адмиралтейской Слободе. Как подчеркивают архитекторы, важным в принятии решения стало наличие природного ландшафта, который позволит мечети быть уникальной в местности. Ее не будут перекрывать ни высотные дома, ни сооружения современности. Кроме того, строительство такого объекта в Адмиралтейской Слободе станет мощным толчком для развития всей территории, имеющей глубокую историю. Этот объект будет строиться в Адмиралтейской Слободе и станет мощным толчком для развития всего района. Это так или иначе, это тоже исторический район, но при этом это уже такая считается периферия города и на сегодняшний день ведутся работы по его восстановлению всего района. Строительство мечети повлечет за собой благоустройство всей территории, в том числе развитие транспортной инфраструктуры. Это серьезный шаг не только в современной архитектуре Казани, но и всей России. Кристина Отекина, Елизавета Казизянова, Фаридзе Хидаглы, Универньюс. Звездное небо над мегаполисами исчезает из-за интенсивной освещенности. О том, что же такое световое загрязнение и как остановить пропажу небесных красавиц, смотрите в следующем сюжете. Для начала следует разобраться, что такое световое загрязнение и чем оно опасно для человека и окружающей среды. Световое загрязнение – это засвечивание ночного неба искусственным освещением, которое мешает проведению астрономических наблюдений и меняет биоритмы живых существ. Распространенность источников ночного света затрудняет ориентацию насекомых, вызывая массовую гибель, которая влияет на дальнейшие биологические цепочки. Страдают также и обитатели водных пространств и прибрежных территорий – черепахи, птицы и целые экосистемы. Речь идет о том, что над некими мегаполисами достаточно большое освещение. Ну, это можно говорить, допустим, и о Казани, что, в принципе, конечно, засветка неба там существует. Освещение рекламных билбордов, подсветка домов и дорог, фары машин и свет из окон домов – все это примеры источников искусственного света, который загрязняет ночное небо. Избыточное использование света только на первый взгляд кажется несерьезной и малозначимой проблемой. На самом деле, в мире становится светлее с каждым годом, и это негативно отражается на биосфере. При отсутствии полной темноты нарушается нормальный ход биологических процессов, в том числе в человеческом организме. Некоторые жизненно важные гормоны, например, мелатонин, вырабатываются только в полной темноте. Их недостаток в организме приводит к плохому сну, раздражительности, усилению уровня стресса. Из-за этого снижается иммунитет и ухудшается память. Возможно, также преждевременное старение и образование опухолей. Например, у нас очень большая проблема была, все время в Заградной обсерватории, то, что засветка была от двух источников. Первый источник – это железная дорога, но она не такую засветку давала, как, допустим, те факелы, которые горят на Орк-Финтезе. Вот те факелы, которые беспрерывны на Орк-Финтезе, горят, они дают как раз очень интенсивную засветку. Единственным способом борьбы за свечем ночного неба является самостоятельное ограничение источников света, регулирование световых потоков, использование датчиков движения для контроля количества света. Существуют рекомендации Международной комиссии по освещению, которая классифицирует территории на пять природных зон. Так, например, для заповедников прописаны более строгие правила освещения. Исследователи часто поднимают на научно-исследовательских конференциях тему светового загрязнения, а правительства различных стран сейчас заинтересованы в борьбе с этой проблемой, так как можно не только помочь окружающей среде, но и сэкономить ресурсы. Элина Александрова, Елизавета Газизянова, Универ Ньюс. В Казани уже 1 июня официально откроется купальный сезон. Однако перед тем, как отправиться на пляж, необходимо выбрать безопасное место для купания. В этом году для отдыха летом в Казани оборудуют пять муниципальных пляжей. Чего остерегаться во время отдыха и насколько чистые водоемы нас ждут, расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. Пляжи Локомотив, Нижнее Заречье, озеро Глубокое, озеро Комсомольское и озеро Большое Лебяжье. Все они будут открываться по мере готовности и по итогам проведенных на них проверок. Также для казанцев и гостей города будут доступны места отдыха. Озеро Лебяжье, озеро Изумрудное и озеро в Парке Победы. По словам властей города, на всех этих объектах с 1 июня по 30 августа запланировано ежедневное дежурство троих спасателей и медработника. А все пляжи будут укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами. Однако опасность заключается не только на берегу, но и в самой воде. При купании надо обращать внимание на визуальные признаки качества воды. То есть, если вы заходите в водоем и вы видите, что вода у вас мутно-зеленоватая, что в ней плавают какие-то примеси, что в ней, скажем так, какая-то пена может быть. Конечно, надо быть осторожным. Иногда очень хочется окунуться. Я купаюсь почти в любой воде, но я точно знаю, что в этом случае надо избегать попадания воды в рот. Во время цветения, во время жары летней, часто бывает вода такая зеленая за счет зеленых водорослей и синезеленых водорослей. Вот в этом случае надо знать, что массовое развитие синезеленых водорослей, оно приводит к тому, что в воду попадают нейротоксины, и они могут вызвать такое, скажем, ну даже состояние такого паралитического воздействия. Но это при очень больших концентрациях, естественно. Жизнь на земле без воды невозможна. Это факт. Однако о степени ее загрязнения ходят мифы и спорят эксперты. Необустроенность пляжей, грязная вода и замусоренные берега – порой веские причины для того, чтобы сделать свой выбор в пользу того же бассейна. Поэтому узнать, не поджидает ли в озерах и реках кишечная палочка и отходы промышленных предприятий, непременно нужно. Надо всегда обращать внимание на наличие внешних источников загрязнения. Если где-то есть канализационная труба, пусть она даже не течет, но когда-то там мог быть сброс, ну пусть уже должны быть осторожными. Есть много малых водоемов, которые очень привлекают жителей поселков, населенных пунктов. Но если у вас тут выпасают скотину, прямо здесь же, тут же купаются дети, тут же выпас скота идет, водоплавающие птицы, тоже надо понимать, что может быть, скажем так, загрязнение воды вот этими биогенными веществами, органическими и, не дай бог, так сказать, еще какой-нибудь кишечной микрофлорой. Соответственно, для малых водоемов, где условия проточности, соответственно, нарушены, то есть это может иметь определенные воздействия. Лето – пора отдыха. Пожалуй, ни один отпуск не обходится без посещения водоема, а вот искусственного или естественного уже на выбор каждого человека. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус. О том, как работают медсестры и медбратья, а также сколько сил они отдают своему делу, расскажем в следующем сюжете. Ежедневно сотни тысяч врачей борются за жизни пациентов в больницах, работают сутками и не спят ночами, чтобы каждый нуждающийся смог за самые короткие сроки почувствовать себя лучше. Однако не каждый из них хоть раз задумывался о том, какую значимую роль в их скорейшем выздоровлении играют медицинские сестры. Именно поэтому 12 мая официально провозгласили Днем медицинской сестры. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал только с 1965 года. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Так в рентгенологическом отделении университетской клиники, превозмогая себя, трудится Елена Алексеева и дает надежду каждому, кто переступает порог ее кабинета. Она с детства поняла, что ее призвание – это медицина, и изо дня в день помогает всем нуждающимся в помощи. Самое важное в моей профессии – помочь, наверное, все-таки людям, какую-то помощь оказать для пациентов. Все-таки они нам доверяют, они идут к нам за помощью. И мы все-таки должны не разочаровать их. В рядах медицинских работников есть не только медицинские сестры, но и медбратья, которые не уступают своим коллегам в профессионализме. Делюз Гореев – один из таких. Как и все профессии, его детская мечтает цель, которой он долго шел. Сейчас он самоотверженно спасает жизни, работая в отделении неврологии, где каждый день к нему поступают десятки пациентов, как никто другой, нуждающихся в помощи. Для каждого пациента нужен индивидуальный подход, нужно понимать его внутренний мир, что он чувствует. Даже если у нас бывают пациенты, которые не могут говорить, надо понимать, все-таки чувствовать, что ему надо, что он хочет сказать. Именно в этом, наверное, заключается сложность. В родильном же отделении работает Алия Борудинова, акушерка, принимающая непосредственное участие в процессе рождения новой жизни. Ее главная задача – приложить все усилия, чтобы появившийся на свет новый человек был здоров и смог прожить счастливую и полную впечатлений жизнь. Самое приятное – это когда ты принимаешь роды, это рождается новая жизнь, ты помогаешь женщине, и вот эти чувства, ну, если честно, это не описать. Медицинская сестра – это настоящий герой среди белых халатов, которому каждый человек обязан огромной благодарностью. Медсестры – это те, кто посвятил свою жизнь помощи людям и спасению жизней. Их бесценная помощь во многих жизненных ситуациях, их нежность и внимание к каждому пациенту, их бескорыстность и мужество, с которым они всегда готовы выступить на помощь, вдохновляют нас всех. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояренцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!